Приветствую вас. Давайте раздарём ваш вопрос. Моя дочь мне врёт. Она живёт в другом городе на квартире. Я часто чувствую, когда она меня обманывает. Она всегда устала встречаться с парнем, а вечером идёт к ним к нему домой. Мне говорите только себе на квартиру. Но я чувствую лочь и начинаю выяснять, почему ты мне не можешь сказать, что ты останешься у парня ночевать. Я ей не запрещаю. Хочешь оставаться, просто скажи просто и всё. Зачем врать? Ну, а зачем вам нужно, чтобы она говорила правду? Вообще, я думаю, что сам факт того, что ваша дочь говорит вам про квартиру, про то, что она идёт к себе на квартиру, например. Ну, а сам этот факт уже, в принципе, как бы свидетельствует о том, что вы как-то вот через, ну, чересчур, да, чрезмерно увлекаетесь, ну, чересчур, чрезмерно увлекаетесь своей дочерью. На мой, на мой взгляд, по крайней мере. И как мне кажется, в первую очередь, работать здесь нужно именно с этим, с тем, что, по факту, получается, что ваша дочь вам интереснее, чем ваша собственная жизнь. Вот, то есть здесь у вас нарушение личных границами с вами и вашей дочерью, по сути, по сути, получается, по сути. Вот, ну, можно ли это, можно ли это, можно ли это скорректировать, можно ли это как-то исправить, да, можно. Но момент в том, что вы не задаёте вопрос, то есть у вас нет вопроса в данном случае. Вот, и если, ну, если, если бы вы, если бы вы задали вопрос свой, да, то это было бы уже началом какой-то работы. Вот, а сейчас это вот просто ситуация, которую вы, ну, описываете, и всё, по большому счёту. Вот, поэтому, ну, да, ваш дочь вам брут, как бы это, это правда, вот, что она вам действительно брут. Вот, ну, отношения строят двое людей, и если человек вам, человек вам врут, то, значит, вот, какой-то вклад в это внесли, в том числе и вы. И, значит, задача, в первую очередь, как всё, взрослому человеку, рассматривать эту ситуацию с точки зрения личной ответственности, с точки зрения того, что я, конкретно я, могла сделать для того, чтобы моя дочь, вот, по отношению ко мне, так себя вла. Да, как бы, то есть, что конкретно я могу для этого, могла или могу для этого делать. Вот, это очень важный, как мне кажется, нюанс и нюанс здесь. Вот, пожалуй, так, я бы вам, с точки зрения психологии, с точки зрения, вот, психотерапии, да, я бы вам ответил на ваш вопрос. То есть, я понимаю, я понимаю, конечно, что, возможно, это не совсем, да, то, ну, это не совсем то, допустим, чего вы хотели бы, да, это не совсем тот ответ, скажем так, который бы вы хотели, возможно. Но, это вот, как бы, квинтэссенса того, что можно вам сказать. С точки зрения, опять же, повторюсь, с точки зрения психологии. Вот, если и когда вам, 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 ваша жизнь будет, ну, более интересная, чем дочери, как, в принципе, должно быть. Я думаю, что вы перестанете транслировать дочери, вот, значит, позицию, что есть что-то или что. Может быть, ну, что может быть, что-то, что ваша дочь может сделать неправильно, неверно, и она перестанет избегать, скажем так, вам открывать. Вот. Просто вы не задаете здесь вопрос о том, о себе, а что мотивирует дочь невра. Может быть, она думает, что я как-то не одобрю это. Вот. Неплохо было бы узнать, сколько вашей дочери лет, об этом ничего не пишите, а жаль, потому что там была бы очень полезная информация. Вот. Вот. Ну и то, как вы, то, как вы реагируете на то, что на вопрос, а, вот. Тоже очень важно поисследовать, потому что, на мой взгляд, вы реагируете так, как вы реагируете, ну, вот, совершенно не случайно. То есть, у вас, у вас, вот, что-то вызывает очевидно, да, как, здесь вопрос заключается в том, что конкретно вас вызывает. То есть, ну, сказала, там, сказала дочь правду, да, например, ну, наоборот, сказала дочь неправду, например. Ну, какая разница, если сейчас она все равно, допустим, живет, к примеру, не с вами, да, к примеру, она живет там, ну, там, где живет. То есть, какая разница, ну, вы, вы, вот, эм, реагируете, вот, очень, ну, довольно бурно. И вот нужно выяснить, эм, с чем связано, что вы так бурно реагируете. На всякий случай, на всякий случай, я хотел бы сказать, что речь не о том, что вы реагируете плохо. Встреча идет не об этом. Речь идет о том, что в этой ситуации, в этой ситуации, эм, по-видимому в этой ситуации, в этой ситуации, вы пытаетесь решать какую-то свою проблему, но не замечаете того, что, что это за проблема, не замечаете ее, и в итоге, эээ, в итоге решать у вас ее не получается. Ну, самое что, ну, вот, так вот выходит, что вы, эээ, как будто бы зависите от дочери, все время, все время зависит от, эээ, того, вот, скажет ли она правду или нет. Понимаете, ну, опять же, вот, в этой, ээээ, ситуации я, не думаю, что, ээээ, ну, что, что вы, например, сами, довольны, эээ, тем что, эээ, оказались в такой ситуации. Поэтому вот как мне кажется имеет большой смысл для вас поработать с личными границами своими и дочери постараться отделить себя от нее постараться отделить то, что чувствуете вы и то, что хотите вы от того, что например чувствует ваша дочь и хочет ваша дочь вот то есть как то вот это необходимо развести сейчас это идет как бы все в одном таком русле на мой взгляд это нехорошо для вас это нехорошо на мой взгляд вот ну и что еще хочется сказать это пожалуй то что вы не задаете вопрос свой вот да как то есть ну вот вы описываете ситуацию вроде бы да вы говорите вот что вот есть такая вот ситуация вот дочь вот так себя ведет вот она вот вот вроде бы но при этом вы не задаете вопроса а чего же вы хотели бы все таки так вот что вам хочется там вот что важно поэтому постарайтесь постарайтесь сформулировать свой запрос значит к психологу вот чтобы мы могли с этим запросом поработать вот чтобы мы могли вам ну помочь вам его обеспечить так стало потому что если вы будете вести себя так же так же как вот ведете себя сейчас да то ваша дочь ну меньше враг вам не станет вот не будет такого что она перестанет вам брать так она скорее всего будет ну в этом смысле продолжаться делать сделать это ну она будет продолжаться так вести потому что она пытается избежать пытается избежать определенного состояния которое вот ну которая тебе не нравится и вы все же пытаетесь пытается избежать определенного состояния это все ну все нормально То есть вы она, кстати, сделала, то вот только вот, единственное вот, что, ну, наверное, по возможности, ну, все-таки нужно как-то вот не за счет, ну, не за счет дочери это делать, да? Вот, возможности все-таки это нужно делать вам, ну, за свой счет, а самостоятельно свои проблемы решать. Вот. В целом, конечно, очень жаль, что вы оказались в такой ситуации. Вот я вам чувствую. И надеюсь, что мы как раз-таки сможем вам помочь. Всего самого доброго. Удачи, обращайтесь. Обращайтесь. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи. Удачи.